Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас новенький, зовут его Габо Рассини, это музыкант из Аргентины. Подписываемся на наш Телеграм. Всем приятного просмотра! По такому спокойному началу можно сказать, что он будет петь метал. Обычно метал певцы начинают так спокойно и тихо, а потом орут во весь голос. Либо это лирические певцы с идеальной постановкой голоса. Так нежно. Он поет в тональности, которая называется Си минор. Я думаю, это средний регистр. Я так говорю из-за веса голоса. Он не звучит как супер тяжелый голос. Он намного деликатнее. Он может легко петь как тенор. Я хочу понять его вокальный диапазон, потому что я читал, что у него беспредельный диапазон голоса. В его голосе много звуковых эффектов. Я прав от эти эффекты эхо, которые там есть. Это делается для того, чтобы звук был шире, так как здесь только его голос, пианино и больше ничего. Он делает эти прыжки без каких-либо заметных вокальных переходов. Он поет на Си минор. И это прозвучало великолепно. Я бы даже сказал, что для него это было так легко и непринужденно. Мда, я все. Приехал. Что это было? Звучит это, конечно, как чистый автотюн. Автотюн – это корректор голоса. Или корректор высоты звука. Здесь все ноты звучат максимально точно. Поэтому у меня такое впечатление, что это программа. Грандиозно, потому что наш парень доехал до отсюда. Я думаю, это прыжок в две октавы. А это почти свистковый тон. Или свистковые ноты. Это почти была нота Ре-6. У него такой легкий и четкий голос. Все так чисто. Ни сучка, ни задоринки. Хотя это живое выступление. Может ли здесь быть автотюн? Да, конечно. В современной музыке многие его используют. Иногда просто как эффект. А иногда как корректор голоса певца. Но здесь, как мне кажется, нет автотюна. Потому что голос так четко поставлен. Все регистры. Посередине, внизу. Эти верха, которые он поет. Он также использует такую штуку, как смысловое пение. Смысловое пение, это когда ты поешь слова песни согласно их смыслу. Например, вот здесь. Вот эти строчки. Как же тоскливо на земле. Стать бы вольною птицей. И вот что он делает в этот момент, когда поет стать бы вольною птицей. Во-первых, это не только сверхвысоко, как летают птицы. Но это еще настолько изящно звучит. Все же мы знаем, как красиво поют птицы. Он как будто бы хочет своим голосом оживить слова в этой песне. Красотища! Мне так легко подобрать все эти ноты, потому что они звучат настолько четко. Ух, как это было! Классно! Потому что это был очередной прыжок на ноту Си. Когда он поет на средних и на высоких частотах, то это всегда неожиданно, когда он идет вниз. Это напомнило мне великого Фредди Меркьюри. Если верить слухам, то диапазон Фредди составлял 4 октавы. А это очень много. Хороший натренированный голос. Незаурядного певца может достигать до 3 октав. Так вот, у Фредди было на одну больше. Все вот эти. Он был баритоном, который мог подняться до тенорового регистра. Что делало его вокальный диапазон громадным. Как я вижу, диапазону Димаша можно только позавидовать. Опять же, смысловое пение. Там было слово «верх», и он спел его очень высоко. Я вам скажу, это был непростой прыжок. На самой вершине ноты он не просто тянул ее. Он по-настоящему пел эту ноту. А вот здесь был эффект эхо. Это было видно в конце. Когда он перестал петь, а его голос еще немного позвучал. Такие эффекты делаются поверх живого голоса. Ничего такого страшного в этом нет. А здесь у него уже такой более настоящий голос, потому что он как будто бы говорит. Почему я так сказал? Потому что средний диапазон, он более близок к нашему настоящему голосу. Это наш разговорный голос. А здесь мы уже дошли до Луис Мигеля. Это стиль поп-музыки. Смотрите, как он готовился к этому. Я про вот эту повторяющуюся часть, которую он пел. Там он использовал средний вокальный диапазон. И ничего не предвещало беды. Ну а потом было настоящее сальто-мортали. Что влечет меня вверх. Опять смысловое пение. На этой ноте фа-диез. В музыке это называется аподжиатура. Когда ты взял одну ноту и тянешь ее до другой. Он начал с ноты ми и дотянул ее до ноты фа-диез. Мы уже и до поп-панка добрались. Такое ощущение, что это для него вообще ничего не стоит. На-на-на-на. Это уже слишком. Если это вживую, то я боюсь представить, что он творит в студии. Где можно все сделать, переделать. Только вот куда уж красивее-то. Смотрите, как он сопровождает это вот этими жестами. Особенно, когда он начинает петь высоко. Как же это прекрасно. Вы слышали эту группу звуков? Мелизмы. Это различные вокальные украшения, исполненные на одном дыхании. Да, ёпы, РСТ. Это напомнило мне церковный хор из мальчишек, которые пели. И в какой-то момент один из них берет шарик с гелием и достает до самых высоких нот. До подросткового возраста наш вокальный диапазон намного шире, поэтому в хоре обычно мальчики поют высокие ноты. Но в этом видео мы видим, как мальчик использует гелиевый шарик, чтобы взять эти ноты. А у нас же здесь взрослый парень, и нет никакого шарика, но он поет это. Это было примерно так. Он вернулся на ноту ми. Вот это и есть свистковый тон. И его голос даже не устал. Что это за такая бешеная подготовка? Это очень сложная песня для исполнения. Так-так. А здесь у нас уже пошли философские вопросы. Зачем я живу? От чего я умираю? Это всё равно, что иметь объединённый мужской-женский вокальный диапазон. Так как он начинал отсюда. И дошёл вот сюда. И всё это звучит так естественно, как будто бы он с рождения так поёт. Обратите внимание, где расположен его микрофон. Если петь такие ноты и держать микрофон перед собой, если буду дальше, меня вообще не поймает. В общем, если этот парень будет будить вас по утрам, вы больше никогда не уснёте. И при этом он не теряет в громкости. Всё это звучит довольно мощно. Вы слышали это? Этот выпущенный воздух. Какая же экспрессия. Мы поняли, что Димаш величайший певец. И всё, что о нём говорят, было правдой. Рядом с его диапазоном у пианино возникает комплекс неполноценностей. Всем спасибо за внимание. Рахмет за поддержку. Всех люблю. Всех обнял. Пока.